Еще один не менее интересный проект, наряду с кластеризацией аудитории при помощи КУК, был еще анализ аудитории Instagram. Если в первом случае мы зависели от заполненности КУК, чистят свои КУКи люди или нет, также в данном случае не всегда была достоверная информация, связанная именно с доходами клиентов, то Instagram позволяет нивелировать некоторые минусы и даже, скажем, больше добавить нам данных в наш датасет. Также для некоторых задач Instagram позволяет находить больше инсайтов, особенно, например, куда и в какие места люди больше ходят, что это за конкретные места, какие типы таких локаций. Иногда, конечно же, они могут, например, не ставить какие-то теги, не ставить геолокации, но в связи с развитием Instagram, что все больше и больше людей этим пользуются, все больше и больше людей к этому инструменту привыкает, скажем, большинство людей все же делится своей локацией и, конечно же, как минимум, такой инструмент уже можно использовать дополнительно для вашей задачи. Главной задачей при работе с Instagram было в первую очередь, конечно же, построить методологию сбора данных из социальной сети, а также Search — это предобработка данных, получение информации из этих данных, которые будут полезны в нашей задаче, попробовать также разбить аудиторию на какие-либо группы, как мы делали с вами в кластеризации, например, для того или иного бренда, а также проанализировать контент блогера, либо проанализировать контент блогера в той или иной тематике. Первый пример такого проекта — было необходимо собрать аудиторию женского пола, у которых детям до трех лет. Также попытаться разбить их на группы, на кластеры, возможно, выявить также для себя какие-то инсайты, какая группа пользуется тем или иным продуктом данного бренда, для которого мы все это делали. И здесь в этом отлично нам помогли геолокации, особенно если у вас нет больших вычислительных мощностей, когда вы можете сразу приступать к анализу контента, то геолокация — это то, что вам, например, особенно в данной задаче, отлично поможет. И, кстати, как одна из идей была посмотреть тех тех женщин, которые выкладывали фотографии в доме по всей России, а не более чем три года назад. У нас, кстати, был список с роддомами, с их геолокацией, с их координатами, и дальше мы просто мэчили с теми геолокациями, которые были в Инстаграме. Здесь нужно быть очень аккуратным, потому что иногда та локация, которую вы предполагали по тем или иным координатам, она может не совпадать с той, которая есть в Инстаграме, либо даже отсутствовать. Также отсматривали время публикации, как мы уже говорили, потому что, например, дети уже от пяти лет нам были неинтересны для данной задачи, для того клиента, который к нам приходил. Также мы парсили сами аккаунты, парсили изображение этих аккаунтов, парсили всю ту информацию, которая именно находится, например, то описание в профиле, которое пользователи оставляют о себе. Не всегда люди выкладывают свои фотографии в роддоме, малышей, иногда даже это могут быть профили самих больниц, иногда это могут быть какие-то профили бизнес-аккаунтов, например, фотограф для новорожденных детей. Поэтому следующим этапом была очистка данных и прежде всего очистка, исходя из профиля, чтобы мы затрачивали как можно меньше времени именно на обработку самих изображений. Выделенное фото – это не частный аккаунт, это бизнес-аккаунт, и можно подумать, что это действительно аккаунт, первоначально аккаунт мамы, которая только что недавно родила, но на самом деле этот аккаунт по продаже товаров для малышей. И таких аккаунтов попадалось около 20-40%. И в зависимости от местоположения роддома это могли быть, как я уже говорила, различные товары для малышей, фотографы, профили самих больниц и так далее. В начальном этапе мы чистили данных, используя текст, используя описание самих профилей. Как правило, магазины, либо еще какие-то бизнес-аккаунты, они стараются тщательно заполнять данный раздел, потому что при помощи такого метода они могут заполучить свою клиентуру. И, кстати, при помощи данного метода мы смогли удалить порядка 90% таких аккаунтов, которые никак не попадали под описание частного аккаунта молодой мамы. И следующий этап состоял именно уже в обработке изображений. И также этот способ нам помог часть данных очистить, и часть данных нам, конечно же, принесла для нас инсайты. Следующий этап состоял в обработке топ-изображений за последний год, либо два, потому что здесь нужно также учитывать, что интересы у человека могут меняться, и, соответственно, типы локации, например, фотографии, что-то еще, также могут меняться. А нам нужны данные сейчас, нам нужно понимать сейчас, какая у нас есть аудитория. Что мы здесь исследовали? В первую очередь это, конечно же, те объекты, которые были на фотографиях. Это пол, это возраст, это, как я уже говорила, описание в профиле. И здесь самое интересное описание, здесь нам очень также помогло, особенно выявить, например, сколько детей в данной семье, сколько им лет. Да, даже такую информацию мамы иногда пишут, например, даже и имя своего малыша, уже по имени иногда можно определить пол, и возраст этого малыша. То есть нам даже не приходилось дополнительно делать обработку изображений, чтобы понять, сколько примерно малышу лет. Иногда даже пишут свой возраст. Также, как я уже говорила, рекламодателям важно понимать доход, пол, возраст и количество лет. Количество лет действительно иногда встречалось, молодые мамы пишут это, но не всегда. Это, как правило, редкость. И уже по фотографии, именно по лицу мы определяли пол, возраст. С доходами было здесь интереснее, здесь нам больше помогали типу локаций. Типу локаций мы определяли при помощи открытого источника, открытых источников OpenStreetMap. И были, например, такие типы локации, как гостиницы, рестораны, острова и так далее. Все эти параметры мы собирали уже в готовый датасет. И как уже разбирали пример с куками, с примером кластеризации кук, мы, конечно же, аналогичным образом разбивали все наши данные при помощи кластеризации на группы, при помощи спектральной кластеризации. Как я уже говорила, здесь немаловажно понимать доход, плюс понимать некоторую вложенность, потому что иногда объекты зависели как-то друг от друга, иногда их приходилось даже схлопывать, некоторую подгруппу, и здесь также была составлена собственная таксономия. Давайте посмотрим на первичные результаты, которые мы получили. Что можно сказать о кластере 2? Что на фотографиях много самой женщины, ее мужа, либо мужчины, это полребенка, и равновероятно, что это мальчик, девочка. Параметр person. Здесь самое интересное, и здесь как раз сложность заключалась в том, чтобы интерпретировать все эти объекты как-то в интересы. И когда мы посмотрели именно выборочно, мы выбрали рандомно несколько профилей с этим параметром, который у них превалировал, именно выбрали данный кластер, где он часто встречался, то мы заметили очень интересную вещь, что, как правило, на фотографиях находилось несколько людей одновременно. То есть очень часто встречались именно группы людей, то есть самой вот этой женщины, возможно, с ее друзьями, с ее коллегами, и практически каждый аккаунт, как под копирку, был похож на другой. И что можно, какой вывод можно сделать об этом кластере первоначально, да, что человек компанейский, что он любит проводить праздники какие-то, гулять именно со своей компанией, со своей семьей, то есть человек довольно общительный, ей нравится проводить время в обществе. По поводу геолокации, здесь есть один момент, как мы уже говорили, что не всегда их заполняют, поэтому стоит даже, может быть, рассмотреть их отдельно, попробовать как-то поиграться с этим параметром, потому что геолокация может вам дать очень много инсайтов, особенно если это определенные типы локаций. Также здесь дополнительно можно мэчить именно с самими названиями локаций, вытаскивать, например, там особенный ресторан, средний ценник и так далее. То есть здесь полет фантазии на самом деле он большой. Теперь кластер 1. Кластер 1 сходу похож на кластер 2, но здесь уже не было присутствия одновременно сразу нескольких людей на фотографиях, то есть параметр person, он немножко сместился вниз, но на что здесь можно посмотреть, и мы обязательно смотрим топ фичи, которые мы получили при кластеризации. Сразу можно отметить растения, цветы, розы. Проведя аналогичным образом анализ тех профилей, да, рандомно мы их взяли, мы действительно посмотрели, что они похожи друг на друга и похожи тем, что действительно очень часто попадались именно цветы, часто попадались какие-то деревья, часто попадались именно фотографии на природе, например, цветами, либо в огороде даже, да, такое бывало, там просто букет цветов дома. Скажем так, аудитория неравнодушна к растениям, неравнодушна к природе. Что можно сделать с данными интересами, аналогично построить лукалайк, только уже использовать фейсбук кабинет для настройки вашей рекламы. Также был второй проект, связанный с анализом аудитории инстаграм, но здесь уже более применимо к контенту самих блогеров, применимо к тематике определенных блогеров и к анализу самого профиля, какие фичи больше всего влияют на вовлеченность аудитории, на engagement rate. Приведу пример на довольно публичном аккаунте. Этот аккаунт приложения для онлайн занятий спортом, популярно известный австралийского фитнес-тренера. Данные анализировались еще год-полтора назад. Помимо того, что мы аналогичным образом собрали все параметры, проанализировали, какие объекты находятся на фотографии, типы локации, дополнительно к этому ко всему еще были проанализированы цветовые схемы, то есть какие топ-10-20 цветов присутствуют на том или ином изображении, на той или иной фотографии. И плюс дополнительно к этому мы анализировали сами посты на тематике, то есть мы разбили на несколько определенных тематик и также эти тематики включили уже в сам датасет. Далее решали простую задачу классификации. Мы разбили показатель на несколько бинов, на низкий, средний и высокий, пытались по набору параметров предсказать, что должно быть отрежено, именно исходя из профиля. Попытались предсказать высокую вовлеченность и посмотреть уже на самые важные фичи, которые были наиболее влиятельны. На графике представлены топ-фичи для данного аккаунта и, как правило, вовлеченность очень сильно зависела от тематики поста. И в основном все часто лайкали и писали комментарии, посты о здоровой еде, о тренировках и о приложении Sweat, как раз для которого проводился анализ. Нулевая тематика – это о здоровой еде, это о приложении Sweat. А первая тематика, которая идет уже третьей ступенью, это уже о комьюнити. Далее по нисходящей – это присутствие лица на фото. Это вертикальное расположение фотографий. Также один из популярных цветов, кстати, оказался розовый. Пример решения данной задачи позволяет понять, какие, например, объекты могут быть на фото, какая цветовая палитра должна присутствовать на фото, либо о какой тематике было бы интересно почитать вашей аудитории, чтобы они были более вовлеченными в ваш контент. Отлично! Но лучше vault! Отлично!